Учли все! Новый корпус 22-й школы сделают удобным для детей с ограничениями по здоровью. Малышка на миллион! Многократная чемпионка России, Европы и мира обучит благовещенских школьников о замке боксинга. Посвятил жизнь спорту. Тренажеры и штанги одного из спортклубов города облюбовал хвостатый клиент. Обо всем подробно буквально через секунду. Здравствуйте! Вы смотрите новости города. В студии работает Мария Селезнева. И к первой теме. Новый корпус 22-й школы будет комфортным для учеников с ограничениями по здоровью. Его построят с расширенными дверными проемами, оснастят подъемником и поручнями. Впрочем, до последнего пока далеко. Сейчас в самом разгаре возведение цокольного этажа. Смотрим. Блок за блоком вверх растет стена. Бетонные прямоугольники строители укладывают друг на друга с помощью крана. Самим двухтонные глыбы не поднять. А ведь их еще нужно склеить между собой раствором бетона. Строитель Валерий Матков шпателем орудует вот уже 20 лет. Так что с коллегами бывало укладывал по 70 блоков в день. Даже в морозы. Зимой строить наоборот, как бы я вам сказал, более удобно. Потому что ни грязи, ничего такого не мешает, ни вода, ничего. К весне завершим нулевой цикл. Это отметка ниже нуля. То есть туда входит ростик. Монтаж блоков, монтаж плит, перекрытие. Одним словом, выгоняем палубу под кирпич. Здесь возведут подвал, вентиляционные камеры, тепловые и водомерные узлы. 15 рабочих за 20 дней уложили 850 блоков из запланированных 2250. В середине марта сверху начнут выстраивать первый этаж. Всего их будет три. В корпусе разместят два спортзала, 24 класса, 4 лаборатории, библиотеку, актовый зал, столовую и медкабинет. Площадь здания больше 6000 квадратов. Подобного здания в Амурской области нет. Здание в плане сложное. Шеобразной формы. Протяженность здания большая. Тем самым ухудшается и усложняется монтаж всех конструкций. Здание в плане 94 на 50 метров. Добавляется несколько кранов, чтобы осуществлять монтаж со всех сторон. На строительство корпуса бюджеты всех уровней выделили 372 миллиона рублей. Новый корпус на 528 мест будет не только современным и просторным. Позволит учить ребят с ограничениями по здоровью. Для них здесь будут и пандусы, и двери расширенные, и самое главное для них подъемник будет. Все туалетные комнаты, дверные проемы, поручни. То есть все, что нужно для маломобильных групп населения, чтобы они себя чувствовали комфортно. Все ждут, с нетерпением ждут, когда все закончится. Дети от окон старого здания не отлипают, смотрят. Зайти в новый корпус школьники и их педагоги надеются уже в декабре этого года. Оксана Коростеленко, Андрей Белый, программа «Город». Ровно половину благовещенских малышей в этом году обеспечат местами в Яслях. Такую задачу перед областным министерством образования поставил губернатор Александр Козлов. А к 2021 году очередь среди детей от двух месяцев до трех лет должна исчезнуть вовсе. 150 дополнительных мест откроют в 4, 14 и 35 дошкольных заведениях, а также в Чигирях. Сделают это за счет переоборудования неиспользуемых помещений. Еще одну ясельную группу в филиал 28-го учреждения организуют на нежилых площадях многоквартирного дома. Сейчас там идет ремонт. Кроме того, глава региона рекомендовал уходить от практики предоставления путевок в ДОУ, расположенных далеко от места проживания семьи. Детский сад должен находиться в шаговой доступности от дома, отметил Александр Козлов. Размер мрот и прожиточного минимума уравняют уже в мае, на полгода раньше запланированного. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Возможность уравнять два показателя обеспечила эффективная экономика страны. В золотовалютные резервы растут, дефицит бюджета меньше предполагаемого, отметил в заявлении глава государства. Изменение коснется почти 4 миллионов человек – работников государственных, муниципальных учреждений, малых предприятий, части работающих пенсионеров. По уровню МРОД считается размер пособий по беременности, родам и временной нетрудоспособности. Напомним, сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 9489 рублей. Это 85% от прожиточного минимума. Амурский пенсионный фонд, между тем, начал прием заявлений на выплату за второго ребенка. Ежемесячное пособие будут выдавать из средств материнского капитала. Но получить его смогут только те семьи, пополнение в которых произошло после 1 января 2018 года. И при условии, что доход не превышает 18 тысяч рублей в месяц на одного человека. Пособия, а это около 12 тысяч рублей, выплачивать будут до достижения ребенком полутора лет. Для его оформления необходимо предоставить пенсионный фонд, паспорт мамы, СНИЛС, свидетельство о рождении всех детей, справки обо всех доходах обоих родителей за последние 12 месяцев, включая пенсии и стипендии. Подробную консультацию специалисты ПФР готовы дать по телефону, который на экране. К слову, в Преамурье за выплатой еще никто не обращался. Ледовое покрытие Амура прошло проверку спасателей. Перед международным матчем по хоккею «Содружество-2018» они замерили толщину слоя замерзшей воды. Для этого пробурили несколько лунов вблизи установленной хоккейной коробки. Линейками замерили лед. Всем нормам безопасности он соответствует. Во время проведения матча сотрудники МЧС продолжат следить за безопасностью. На всякий случай возле коробки будут дежурить спасатели, пожарные и водолазы. Напомню, в воскресенье на льду Амура скрестят клюшки игроки юношеских команд России и Китая. Продолжаем. Джебом и хуком, основным приемом кикбоксинга юных благовещенцев обучит титулованная спортсменка. Мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, многократная чемпионка России и мира Татьяна Пономарева за 10 дней посетит 7 городских школ и почти столько же в Благовещенском районе. На первом мастер-классе в 11-м лицее побывала наша съемочная группа. Бьем правый прямой удар. Вес тела переносим на правую ногу, руку держим на уровне подбородка. А зам кикбоксинга школьников учит мастер спорта и многократный чемпион. Жесткий вид спорта 21-летняя Татьяна Пономарева пришла в 15. За компанию с подругой затянула. Попрощалась с легкой атлетикой настольным теннисом. Не жалеет. В Словении наставила Синяков четверым соперникам. Первый бой у меня была вообще такая задача, чтобы просто выиграть. Выиграть, чтобы уже пойти дальше. Второй бой у меня была задача, это в полуфинал пройти, чтобы получить мастера спорта международного класса. А в финале у меня была такая цель получить сумку форвард. Ее очень сложно получить, это надо выиграть либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы. У меня была такая мотивация, что я вообще рвала и металлы. Рвали и метали на мастер-классе ученики 6-го и 7-го классов. У них как раз урок физической культуры. У третьеклассников, что заняли скамью, по расписанию чтения. От меню урока рада Лена Корнеева. Чтение я не очень люблю, а кикбоксинг, он как бы спортивный, и я больше люблю быть спортивной, чем читать. Я узнала нового, как бить ногой и рукой, и историю. Историю спортивного успеха Татьяны Пономаревой оценили в общей сложности 140 ребят. В прошлом году 11 лицей посетили мастер спорта по велогонке Александр Краснов и олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева. Тоже в рамках межрегиональной акции «Великая Россия – спортивная держава». Она призвана завлечь детвору в спорт. Такой вид спорта, который представляла Таня, это для детей новый вид спорта, который мы не развиваем в школах. Мы думаем, что дети с удовольствием пойдут заниматься, знакомиться с этим видом спорта и добиваться высоких спортивных результатов. Добиться результатов поможет Федерация кикбоксинга. Благодаря ей свои первые шаги в спорте сделала Татьяна Пономарева. Юлия Анохина, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Те, кому боевые искусства не близки, могут заняться гимнастикой. Тренеры областной федерации учат детвору акробатическим стойкам и прыжкам, да и просто прививают любовь к здоровому образу жизни и приводят в спортивную форму. На занятия при этом набирают даже трех леток. Подробности далее. Стойки на кистях и на предплечьях, шпагат – базовые упражнения гимнастики. Семилетняя Вика выполняет на отлично, но пока только с лонжей, специальным страховочным инвентарем. Держать равновесие девочка учится всего полгода. Столько ходит в группу общей физической подготовки. Дважды в неделю. Нравится то, что тут очень хороший тренер. И то, что мне нравится заниматься гимнастикой. Лучше всего у меня получается прыгать вперед и назад. Девочке просто нравится кувыркаться. А родители надеются, занятия обеспечат крепкий фундамент будущих свершений ребенка. Даже не в гимнастике, в танцах. Вика – воспитанница большой хореографической семьи. Ансамбля «Ровесники». Ходим для достижения физических данных, так скажем. То есть нам нужна растяжка для танцев. Нужны определенные спортивные показатели. Поэтому и ходим. Результаты видны сразу. Потому что упражнения тренеры подбирают разноплановые. Кувырки, челночный бег, хождение на руках с поддержкой, стойки на голове и лопатках, подтягивания на шведской стенке укрепляют мышцы, делают гибче связки, формируют осанку. Чуть позже ребят знакомятся с акробатикой. Общая физическая подготовка – что это? Ребенок уже может отжиматься, подтягиваться, пресс держать. Когда он это умеет делать, он уже начинает делать какие-то элементы. Элементарная координация движения. Координация движения, по-моему, нужно вести. В любом виде спорта. И в обычной жизни. Потому так занятиям допускают всех, кто имеет справку врача. Физических ограничений нет. Занятия областной федерации спортивной гимнастики посещают 70 ребят от 3 до 17 лет. Одна тренировка стоит 350 рублей. В 2000 обойдется месячный абонемент. Оксана Коростеренко, Сергей Иванов, Денис Лугов. Программа «Город». В Хабаровске построят коммерческий роддом. Власти уже ищут инвестора. По планам сопровождение рожениц будет полностью платным. В некоторых российских клиниках такие услуги стоят до 800 тысяч рублей. Будет ли востребовано, учреждение покажет время. А за какие услуги врачи готовы платить благовещенцы, узнаем из опроса. Стоматология, там всякие УЗИ. Потому что в бесплатных очередях, там бабки там сидят, не пускают. Например, терапевт. К терапевту тяжело попасть в поликлиники. Поэтому терапевт, наверное, в первую очередь. Ну, остальные врачи уже не знают. Стоматологу, например. Ну, потому что условия лучше. И ощущаешь себя лучше, комфортнее у платного стоматолога. В бесплатную больницу хожу. Вроде все устраиваю. Да и не болею часто. Лучше стала медицина в поликлиниках бесплатных. Электронная регистратура удобна. Поэтому чаще ходим туда теперь. Когда приспичит, надо будет тогда идти платить. Потому что некогда будет идти в свою клинику, поликлинику записываться. Стоматолог, естественно, в основном платный. К платному приятнее ходить. Любые, допустим, врачи, которым трудно попасть бесплатно, либо времени нет, либо необходимо срочно, тогда пользуюсь платными услугами. А так стараемся в поликлиниках. Штанги, гири и тренажеры в одном из городских спортклубов облюбовал кот. Хвостатый не качает мышцы, а спит на инвентаре. И всем своим видом умиляет профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни. Тренеры приютили Василия Тимофеевича еще котенком. Об имени, отчестве обитателя зала и его нелегкой судьбе сейчас расскажем. Ну что, пойдем тренироваться пора. Пойдем, молодец, пойдем. Этот хвостатый может попасть на тренировку безо всякого абонемента. Кот в спортзале живет, и каждый его посетитель знает. Усатого зовут Василий. И отчество есть в честь тренера, что души в нем не чает. Тимофей Сачевкин, мастер спорта по бодибилдингу, до сих пор вспоминает незабываемую встречу пятилетней давности с котенком. Просто зашел к нам в зал, заглянул так с любопытством. Мы его покормили, ну, видать, прикормили, получается. И он покушал, ушел. Прошел день, он опять пришел. Мы думали, что это чей-то, что это домашний кот. Он потом еще раз вернулся. Вернулся и остался. Коту спортсмены хотят купить мягкий домик. Да все они соберутся. Ведь дремать он предпочитает прямо на тренажерах. И вырос настоящим бойцом. В прошлом году Василий подрался с уличным котом. В бою соперник прокусил ему лапу. Василия возили к ветеринару и выхаживали всем спортколлективом. У местных работников опыт в уходе есть. Ведь в спортклубе бывали и другие представители животного мира. Попугай к нам прилетал. Тоже залетал как-то в окно. И клетку тоже приобрели. Возили его ветеринарку. Видать, ну, вылетел у кого-то с окна. А он был тоже как бы неухоженный. То есть ветеринары сказали, что вообще за птицей не ухаживали. Или вообще никак. Ну, вот здесь у нас пожил, как бы его забрали. Забрать домой пытались и кота. Но усатый каждый раз возвращался в уже родной спортклуб. Прежних хозяев Василия тренеры найти не пытаются. И не скрывают, обязательно примут и других хвостатых потеряшек. Если таковые пожелают посетить залы. Любовь Чуприна, Андрей Белый, программа «Город». Благовещенцы смогут услышать музыку без границ. Насыщенную программу с таким названием на сцене УКЦ одновременно представят музыканты с двух берегов Амуром. Благовещенский Амур-джаз-бенд и симфонический оркестр народных инструментов города Хэйхэ. Их творчество можно будет оценить 14 января в 17.00. За час до этого в холле УКЦ заработают интерактивные площадки. Меломанов приглашают посетить китайскую чайную церемонию, выставку и презентацию национальных костюмов. Билеты на концерт уникального оркестра можно купить в кассе УКЦ или выиграть в социальных сетях. Розыгрыш нескольких пригласительных стартовал на страничках телекомпании «Город», «ВКонтакте» и «Водноклассниках». Накануне мы разыграли еще один лишний билетик. В рамках одноименной рубрики попросили назвать самый известный грузинский танец. Правильный ответ – «Лесгинкам быстрее всех» на редакционный телефон прислала Анна Пастухова. И потому попадет на концерт национального ансамбля грузинского танца бесплатно. Забрать выигрыш телезрительница доверила маме. Галина Ивановна рассказала, информация о том, что грузины танцуют именно «Лесгинку» для дочери не на вам. Правильный ответ не пришлось искать в интернете. Нет, она слушает грузинские песни и танцы. Она очень любит национальность и их исполнение танцев. Сама с подругой пойдут. Они уже решили, даже с кем пойдут. Очень ждали. Попасть на выступление подруга-победительницы сможет без проблем. В КСОКЦ на этот случай как раз придержали билетик на соседнее место. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Желаю отличного вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин